Всем привет! Сегодня будет интересная тема, как бороться с суховёртками и несколько вопросов. Прочитаем из журналов, я не отметил какой, но я думаю в 1963 год. Как бороться с суховёртками? Называется статья, ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте сказать спасибо. Спасибо. Такой вопрос задают многие пчеловоды. Все письма с такими вопросами редакция передала кандидату ветеринарных наук. Обыкновенная уховёрка – грызущий огородный плодовой вредитель. Она всеядна. Ули, заселенными пчелами, уховёрки находят благоприятные условия для своей жизни. Питаются мёдом, иногда съедают его значительное количество. Уничтожают ли уховёрки расплод, пока не выяснено. Но как они питаются обычно ночью, и проследить их жизнь в пчелином гнезде трудно. В отечественной и зарубежной печати отмечается, что уховёрки питаются пчёлами и небольшими насекомыми. Гусеницами восковой моли. По данным одного Даниелина, уховёрки распространяют гнелец. Обратите внимание, гнелец распространяют, поэтому бороться с ними желательно. В наших опытах уховёрки, содержащие в энтомологических садках, ели сырые и варёные овощи, фрукты, варенье, мёд и мясо. Они охотно поедали яйца из живых куколок восковой моли. Яйца моли мёртвых и живых личинок, куколок мух, жуков, ос, личинок пчёл. Особенно охотно даже трупы уховёрта кушали. Сами себя. Уховёртки ели их и в том случае, когда личинок смачивали 2% раствором хлорофоса или дуста. Уховёртки оказались чрезвычайно чувствительными к действию этих препаратов и погибали через 12-24 часа, едва прикоснувшись к отравленной пище. На живых взрослых насекомых, находившись в садке, уховёртки не нападали, но ощупывали их. В слабых семьях, находящихся на потолке уля, уховёртки при похолодании переходят в улей и заполняют ячейки сотов. Как показали исследования, это объясняется тем, что слабые семьи не в состоянии сохранять на потолке тепло, необходимое для уховёрток. Борьба с поселившими улей уховёртками трудна, поэтому обычно не проводится. Чтобы эти вредители не поселялись в улях, пасеки рекомендуется размещать на сухих местах, траву из-под улей периодически выкашивать, поддерживать чистоту в улях и сухость утепляющего материала, смазывать подставки под улями липкими веществами. Французский учёный Туманов рекомендует при появлении на пасеке большого количества уховёрток отравлять их тестом, состоящим из трёх частей сухого тёртого хлеба, одной части парижской зелени и воды. Возможно, что хлоропоз вместо парижской зелени оказался бы эффективнее. Кусочки теста раскладывают на пасеке вечером вокруг ульев. Лучше это делать в холодные ночи, тогда уховёртки более прожорливые. Обычно несколько таких подкормок бывает достаточно, чтобы уничтожить их на пасеке. В улях рекомендует применять кордонные или деревянные ловушки с узкой щелью, через которые могут проникать только уховёртки. В коробку закладывают приманку, например, вареную моркову. Ловушку оставляют на ночь. Вместо ловушки можно класть свёрнутые тряпки. В кладках этих тряпок собираются большое количество уховёрток. Утром их вытряхивают из ловушек или тряпок над водой. Ну, ведро с водой можно. В наших опытах по борьбе с суховёртками хороших результатов дал нафталин. На потолок уля вечером мы клали лист бумаги, который равномерно посыпали тремя-четырьмя граммами нафталина чайная ложка. Приблизительно. Нафталина чайная ложка. Это 3-4 грамма. Если уховёртки находились внутри уля, то бумагу с нафталином стелили поверх рамок вплотную к потолку, чтобы к ней не проникли пчёлы. Нафталин действовал на уховёрток отпугивающе. К утру они покидали улей. После этого нафталин убирали. Мы также клали на ночь на потолок уля по 5-10 личинок пчёл, смоченных 2% раствором хлорофоса. Это средство оказалось очень эффективным. Недоеденные остатки личинок и трупы уховёрток необходимо сжечь. Хотя смоченные раствором хлорофоса личинки находятся за потолком и не привлекают пчёл, всё же при мнении его следует соблюдать осторожность, так как хлорофос – сильный ядохимикат, используемый для борьбы с мухами и вредителями растений. Итак, друзья, вот такие вот методы борьбы с такими вредителями, которые по некоторым данным распространяют гнилец. Есть ещё несколько вопросов. Я зачитаю. Это небольшие вопросы. Они очень важны. Первый вопрос. Погибнет ли маточная куколка, если при вырезании маточника будет повреждена его стенка? Ответ. Матка благополучно выходит из повреждённого маточника лишь в тех случаях, когда маточник слегка повреждается в последний день перед их выходом. Повреждение же маточника с куколкой более раннего возраста обычно гибельно для матки. У куколки в повреждённом маточнике нарушается правильный режим тепла и газообмена, что отрицательно сказывается на её развитие. Поэтому обычно рекомендуют вырезать из сотов лишь зрелые маточники за день до выхода матки. Ещё есть вопрос. Прочитаем. Передаётся ли в какой-либо мере по наследству укропнение пчёл, достигаемое содержанием их на сотах с увеличенными ячейками? Будет ли укропнённые пчёлы сами строить более крупные ячейки? Ответ. Чтобы укропнение пчёл, содержащих на сотах с увеличенными ячейками, передавалось потомству, надо очень длительное время их содержать на таких сотах. Ускорить этот процесс можно путём ежегодного острового отбора для размножения семей, наиболее полно освоивших укропнённую вощину, не переделывающих ячейки и не пытающих вводить в них трудней. В опыте Института пчеловодства после 8 лет отбора раи, вылетающих из семей, живущих на сотах с диаметром ячейок в 6 мм, строили ячейки на 3% больше по диаметру, чем раи контрольных семей, живших в гнёздах с ячейками 5-45 мм. В увеличенных ячейках выводятся более крупные пчёлы. При отстройке сотов пчёлы очевидно ориентируются величиной своего тела. Матка же, выведенная в семьях с укропнёнными пчёлами, спаренная с труднями от таких же укропнённых семей и посажена в другие семьи, никакого влияния на величину пчёл не оказывала. Хочу ещё добавить от себя, что укропнение пчёл ведёт к более сильному заражению клеща воротоза и различных болезней. Пчёлы должны строить те соты, проверено, я читал на германском сайте. Очень интересная информация, что 4,9 мм должна быть ячейка и ниже. Это нормально. В таких семьях практически 98% здоровые семьи, только 2% только заболевания. С укропнёнными наоборот. Поэтому рекомендую вам развиваться в нормальных условиях. До встречи. Подписывайтесь, ставьте лайки. До свидания.